Чише имеют два движения. Движение подъема и опускание рук. На самом деле движение проходит в спине. Обычно, когда говорят о тюнфа, имеют ввиду, говорят о двух видах. Первое, это когда противник захватил вас за две руки и давит на вас, двигаясь вперед или не дает вам двигаться вперед. И тогда вы, используя это движение в спине, производите примерно вот такое действие. Либо когда он тянет вас за две руки, это как раз опускание, и тогда вы, используя движение вниз, делаете примерно следующее. Но в реальных ситуациях, в случае, когда вас будут хватать за два запястья, скорее всего, не предвидится. Если только это не ваша жена, а подруга, которая хочет остановить траву. Скорее всего, вас хватит за одну руку, чтобы натянуть на удар, либо на прием. Тогда, о чем можно говорить в привожении к чеши? В любом юмфа мы должны использовать основное усилие данного движения. Основное усилие данного конкретного движения, это движение подъема, которое идет в спине и раскрывает позвоночный столб. И движение опускания, которое на самом деле окончательно растягивает позвоночный столб, вытягивается как бы за точку Бай Хой. Как это может использоваться? Ну, например, первое движение. Захват сзади. Захват спереди. Вы опускаетесь внутри спины. Опускаясь, вы как бы раскрываете свое пространство. Естественно, лучше движение это делать на входе. Как выполняются, по сути, все приемы в единоборстве. Например, в том же самое кидо, если идет захват за руку, то вот так не делают, а делают вот так, что руку. Идет на попытку захвата. Точный трактор здесь идет на попытке входа. Теперь второе движение. Опускание. Вот тут как раз на попытке захвата сзади. Если вас уже захватили, освобождаться будет сложновато. Хотя тоже можно. Ну, скорее всего, с применением ударных следствий. Это самый нехороший вариант. Если вас захватили и дают вот сюда, вот сбили дыхание, и вам очень сложно мышц это делать. Поэтому нужно освобождаться на попытке захвата. Идет попытка захвата. Что идет. Что идет. Что происходит. А здесь обязательное движение идет от указательных пальцев. Поскольку это бойкой. Бойкой это указательный палец. Сейчас. Еще раз. Вот примерно так можно использовать юмфо для тиши. Тиши. Итоги. Вот. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА